Приветствую вас, пока все указывает только на низкий уровень адаптивности на новом месте. И на подавление своих желаний, то есть не позволение себе чувствовать, не позволение себе хотеть чего-либо. Вот такая только эта. И если низкая адаптивность вполне себе решается через индивидуальную работу, равно как и повышение эмоционального интеллекта, то при наличии более серьезных заболеваний я рекомендую вам все-таки обратиться к врачу, ибо это важно. Значит, смотрите, здесь, если говорить о низкой адаптивности, то ее может принижать ностальгическое чувство по дому. То есть вот именно ностальгическое чувство именно по второму месту и как следствие идеализации этого места. Соответственно, здесь необходима работа с вашими образами и с представлением. И вообще, я полагаю, что это самое главное, потому что и раздражение, и низкая адаптивность связаны с вашей образностью очень сильно, потому что даже сама по себе шизофрения – это следствие подавленных желаний, следствие подавленных эмоций, и по сути дела это уход в мир фантазии. Вот. Но в корне этого лежит невроз, конечно же. И если вы научитесь слышать в себя свои желания, и отслеживая их, корректировать свое поведение в соответствии с ними, то я полагаю, что для вас все будет очень даже здорово. Вот. И всякие глаза пройдут, потому что ведь по большому счету то, что вы испытываете – это тревожность. Вот. Тревожность связана с тем, что когда человек оказывается в таком состоянии, в такой ситуации, которая для него незнакома, вот, и он не знает, что мне делать, он не знает, как мне себя вести, он не знает, как менять привычные модели поведения своего. Вот. Ну, естественно, испытывается тревога. Это нормально. Вот. И от тревоги хочется избежать. То есть, тревогу хочется убрать. И она проявляется вот в виде раздражения. Возможно, здесь имеет место быть индивидуальная интерпретация того, что с вами происходит. То есть, может быть, вы чувствуете давление на себя со стороны его как раз людей. Ну, я имею в виду со стороны, например, мужа. Я имею в виду со стороны его парня. Вот. Именно давление. То есть, это такой депрессивный синдром подобного состояния. Депрессивный аспект. Вот. Либо вы наоборот как-то, может быть, чувствуете, что они вас держат, не позволяют вам действовать так, как вам бы этого хотелось бы, например. Это уже другой момент, другой аспект данной проблемы. Вот. Значит, то есть, соответственно, посоветовать вам можно, ну, для начала, конечно, поработать над релаксацией. Обязательно. То есть, релакс, релакс, еще раз релакс. Вот. Техники дыхания какие-то, может быть, обязательно. Вот. И потом, собственно говоря, повышение вашего эмоционального интеллекта. Вот. И я полагаю, что вполне возможно ваши отношения с родителями, да, ну вот, тяжелое детство вам. Дает о себе знать, не может не давать о себе знать. И вполне возможно, что детско-родительские отношения также нужно будет прорабатывать. Обиды, негатив, комплексы и так далее. И психолог не тот человек, который назначает какие-либо психотропные вещества. Вот. Но психолог это индивидуальная работа. По корректированию ваших поведенческих моделей, по корректированию ваших представлений о себе и о мире. Вокруг. Вас. Вот. Это работа с вашим личным пространством, с вашими личными границами и так далее. Хотя, вот если говорить о физиологических аспектах, да, которые вы озвучили, то здесь, конечно, не знаю, есть варианты, может быть имеет смысл обратиться к врачу. Вот. Потому что, ну, то, что вы описываете, это может быть довольно серьезно с медицинской точки зрения. Тем более, что у вас заболевания были и так далее. Ну, то есть здесь чисто такая медицинская картина нужна. Может быть его разражения, вашего нет психологической, ну, психологической составляющей. Вот. Может быть только физическое. Но, в любом случае, это то, что требуется подтвердить. Поэтому я бы рекомендовал сперва к врачу на обследование общее и спокойное, щадящее устранение симптомов. Если они есть именно вот психологические, о, медицинские, биологические. А уже после, если они останутся, да, уже после, если они сохранятся. То тогда обращайтесь к психологу и уже с психологом, собственно, будете работать на эту тему, да. И уже с психологом будете раздраться в психологических мотивах этого. В зависимости от того, насколько у вас разбалансирована личность, вот, ее можно будет корректировать. Вот. Вариантов много для этого. Способов подхода, ну, для подходов для этого много. Вот. Поэтому на этот счет не волнуйтесь, все это рассчитаемо вполне. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.